ребята всем привет с вами артем и сегодня мы сделаем unboxing трех видов кроссовок компании nike nike квази nike pegasus и nike air force 1 погнали начнем с новой модели 2016 года который называется nike квази а что такое вообще квази квази судя по лингвистическому анализу это что-то связанное с подделкой то есть это что-то ложное и ненастоящее сейчас посмотрим настоящие ли это кроссовки вот так они выглядят ребята ну как похоже на настоящие кроссовки от компании nike давайте рассмотрим их более подробно кроссовки представлены в нескольких цветовых решениях вот у нас белая и если вы присмотритесь чуть-чуть поподробнее то увидите что у кроссовок нет язычка то есть они однородные то есть это однородное тканевое полотно которое сшито с подошвой и если присмотреться создается иллюзия что вот здесь вот язычок есть но на самом деле это все фигня и его нет может быть поэтому собственно они называются квази то есть псевдо псевдо кроссовки либо может быть это псевдо баскетбольные кроссовки потому что они выглядят как баскетбольные кроссовки вот одна интересная деталь это подошва кроссовка она такая выполнена в стиле плавленого веба такого не знаю насколько это удобно при ходьбе и при беге но выглядит очень стильно и здорово вот не знаю чего говорить друзья перед вами синяя версия nike квази от белой она отличается только цветом все остальные детали такие же шнуровка липучка для фиксации голени собственно служ на носке здесь вот подошву можете посмотреть очень напоминает подошву nike гиперданк и вверх напоминает очень nike и russia one или russia run коробка идет вот такая вот обычная ничего особенного то есть все стандартно по поводу самой модели что могу сказать модель является собой некий гибрид как вот музыка скриптонита смешение стилей понимаете то есть так складывается такое впечатление что бренды просто берут какие-то популярные модели смешивают их перекрещивают между собой и создают таким образом новые силуэты видите вот на стельке написано comfort footbed то есть это комфортная нога кровать это такая видимо такое новое введение nike ноу-хау для того чтобы вашей стопе было очень комфортно и приятно внутри кроссовка ну в общем это черная версия кроссовка nike квази отличается опять-таки только цветом здесь кстати говоря есть такие интересные значки вот если вы их видите вот например перечеркнутое кольцо как нам кажется то есть она говорит о том что в этих кроссовках нельзя играть баскетбол то есть они выглядят как баскетбольные кроссовки но на самом деле это кроссовки для повседневной ходьбы может быть для какого-то легкого бега то время как квази остались за бортом нашего блога мы переходим к новой модели пегасос давайте посмотрим на них вау зацените знаете вспоминаются строчки из классика фараон не подходи слишком близко к болоту это смешно наверное но действительно это такой болотный цвет мне кажется в таких кроссовках можно не только по болотам ходить но и по грязи и вообще по любой поверхности интересная очень подошва такая сделана в стиле nike вайфл вафельной подошвы компании nike Вообще, сам кроссовок сшит из замши. Очень приятный на ощупь. Не видно, конечно, через монитор, но тактильное ощущение очень приятное. Такое добротное качество. Очень интересные кроссовки для повседневной носки. Болотные фараоновские пегасусы остались также за бортом, и мы идем дальше. Это Nike Pegasus Zoom. Давайте посмотрим, как они выглядят. Воу, вот такие черные-черно-белые кроссовки с таким красивым свушем. Сейчас я вытащу вот эту бумажку, которая всегда находится внутри. Вот, это Nike Pegasus Zoom. Что такое Nike Pegasus Zoom? Вот такие кроссовки. Почему они называются Zoom? Потому что здесь, в пятке, есть технология Zoom, которая позволяет улучшить амортизацию кроссовка, что существенно сказывается при ходьбе и беге. Ребята, обратите внимание на подошву. Очень красивая подошва здесь. Вот Zoom как раз написано. Название технологии, которая применяется в данном кроссовке. Что касается верха. Вообще, эта модель была раньше сшита из таких кусочков. И здесь вот мы видим контуры этих кусочков, которые были раньше. Но сейчас эта модель модернизирована, и их просто выдавили вот таким тиснением. Вот. То есть, эта модель старая, 92-го года, в модернизации современной. Вот так она выглядит. Такой интересный у нее язычок, вот здесь можно увидеть. И он дышащий. Если вы приглядитесь, увидите здесь такие отверстия в язычке, которые помогают дополнительной вентиляции кроссовка. Ну, собственно, вот такая модель. Здесь вот написано Air Pegasus. Название этой модели. И вот такая тоже, такой паттерн на подошве. Очень интересный. Pegasus остались также за бортом. И сейчас мы приступаем к обзору третьей модели компании Nike. Nike Air Force One. Которые у нас, кстати говоря, уже были обозраны. Ну, в смысле, я имел в виду, что у нас есть история Nike Air Force One в предыдущих видео. Вы можете найти их у нас на канале. И сейчас. Та-да-да-та-да. Обзор. Nike Air Force One. Женская, женская модель. Давайте посмотрим. Вот так они выглядят. На самом деле, выглядят очень олдово. То есть, это 82-й год. Вот такими были технологии и взгляд на спортивную обувь того времени. Они сшиты из замши. Они, на самом деле, очень твердые такие. То есть, они очень прочные. Вот я держу их в руках. У меня прям складывается впечатление, что их нельзя никак порвать. Ничего с ними нельзя сделать. Даже если по ним танками ездить, они будут выглядеть вполне презентабельно. Вот такая модель для девочек. Так как у нас была модель для девочек, соответственно, нужно порадовать еще и мальчик. Сейчас мужская модель будет. Nike Air Force One. Так, шнурки. Они привязаны к кроссовку, видимо. Вот они. Черно-белая модель. Белый свушь на темном фоне. Белая подошва, черный верх. Черные шнурки. И вот здесь на язычке такое белое лого. Nike Air Force One. Ну и, собственно, белый свушь вот здесь. Очень стильные. Для 82-го года, я думаю, это была очень хорошая модель. Они вот действительно очень прочные, как и женская модель. Очень прочная. Вот я держу их в руках. Они достаточно такие тяжеловатые. Чувствуется, что они, ну, такие очень кондовые, что ли. Знаете, есть такое слово. Что-то, что нельзя никак порвать, сломать. Очень прочная обувь. Третья и последняя модель из нашего обзора. Вернее, третьи кроссовки последней модели нашего обзора. Nike Air Force One Mid. Средние. То есть, Mid это Middle. Вот такие кремовые кроссовки с белым свушьем, белой подошвой. Очень приятные на ощупь. Кстати говоря, эти кажутся чуть более легкими, чем предыдущие. Не знаю, почему. Вот такая вот здесь липучка для того, чтобы зафиксировать голень. Собственно, шнуровка, язычок. Ну, лого. Здесь лого. То есть, все стандартно. Вот такая подошва интересная. Кстати говоря, здесь очень хорошая технология для амортизации внутри находится. Такой воздушный баллон. Вот такие кроссовки. Раньше люди в них играли в баскетбол и забивали успешно. Сейчас эта модель подходит для повседневной носки. Вполне себе. Ну, либо если вы хотите поиграть в баскетбол где-то у себя во дворе. Да, ребят, если вам понравился этот анбоксинг, обзор нескольких кроссовок, нескольких моделей кроссовок, например, одного бренда или разных брендов, пишите в комментариях. Мы будем стараться делать это еще, делать лучше, делать интереснее. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!